Привет! Думаю у всех была такая проблема, когда снимаете большое видео и потом хотите им с кем-то поделиться и пошло-поехало. Скидывать это через телеграм или загрузить на гугл диск. Для этого нужен интернет, причем хороший. Есть кто вообще начинает это перекидывать на компьютер? Ну вот есть у меня сейчас ощущение, что кто-то уже может написать в комментарии, что есть шарейт или андроид бим. Но это не то, дальше поймете почему и получается, что между андроид устройствами делиться файлами сложно. Не то что Apple, да, допустим у них есть всем известный AirDrop, которым на самом деле удобно пользоваться, а самое главное, что все перекидывается там сверхбыстро. Так вот, пришло время гугл тряхнуть мощной и они представили свой похожий вариант, называющийся достаточно интересно. Нирбайшер работает это все дело почти на каждом устройстве и у вас скорее всего андроид выше шестой версии, поэтому он у вас будет работать. Итак, Нирбайшер это технология, позволяющаяся безопасно делиться с кем-то поблизости ссылками, фотографиями, видео и сейчас даже приложениями. Давайте посмотрим как оно работает, как включить и также протестируем скорость отправки. Функция на самом деле включается не так уж и сложно. Что мы должны сделать? Заходим в настройки, тут как правило внизу раздел Google, тут подключение устройства, обмен с окружением, да, кстати, почему-то именно так они ее перевели, хотя немножко по-другому переводится. И включаем. Смотрите как это работает. Заходим в галерею, нажимаем поделиться и вот у меня на Xiaomi это отведено в отдельный пункт. У вас может выглядеть примерно так. Тапаем, включаем все необходимое. Это Bluetooth, геолокация, Wi-Fi. Вот мы видим устройство поблизости. Как только вы его выберете, на второй телефон придет уведомление с выбором. Принять или же отклонить файл. Затем NearbyShare автоматически выбирает лучший протокол для передачи данных. Это может быть Bluetooth стандартный, Bluetooth Love Energy, стандарт WebRTC или же Wi-Fi Pertupir, это нынешний Wi-Fi Direct. И выбирать каким воспользоваться протоколом вам не нужно, то есть все сделают за вас. Из этого мы берем самое важное, это то, что отправлять вы можете как с интернетом подключенным, так и без него. Это самый важный момент из всего этого дела. Процесс сопряжения и отправки проходит достаточно быстро. Говоря о фотографиях, это около 5 секунд. Потом для теста я решил отправить видео размером 200 мегабайт с отключенным и включенным интернетом на обоих устройствах. С выключенным интернетом на это ушло около 40 секунд, а с включенным ушло около минуты 40. Это с мобильными данными и по Wi-Fi минута 45. Большой упор в этой возможности делается на конфиденциальность. В настройках телефона через обмен окружения нажимаем кто видит устройство и тут вы можете указать кто сможет отправлять вам файлы. Все контакты из записной книги, некоторые контакты выбрав одного или несколько пользователей, ну или вообще никто. Тогда соответственно отправить вам что-либо будет невозможно. А что если ваш телефон и получателя не добавлен в контакты? Так вот, добавлять его для этого не нужно. После включения этой возможности у вас в быстрых настройках появится та самая иконка. Ее просто жмете и после этого телефон становится видимым для передачи. Поэтому можно сказать, что это не идеально, но как говорится неплохо. Также давайте вернемся в настройки. Тут еще пользователям позволяется выбрать определенный вариант типа передачи. Заходим и тут вот вы можете видеть, что вы можете как через мобильные данные перебрасывать, Wi-Fi или же всегда передавать без интернета. Еще хочу сделать отступление от того, что передачу данных я делал с разных устройств, разных брендов. То есть и Huawei и Xiaomi вместе также перебрасывал. Таким образом выяснили, что технология по-настоящему рабочая, кроссплатформенная и делать передачу вам станет гораздо удобнее. В нашей повседневной жизни мы постоянно что-то там друг к другу перебрасываем. Но по скорости с AirDrop она не сравнится. Там реально все в несколько раз быстрее происходит. А так сама технология неплохая и даже лучше AirDrop. Почему, спросите вы? Да потому что ей возможно пользоваться на абсолютно любом Android смартфоне. Того, что в большинстве их, да. И получается, как и говорил, с Android 6 и выше. Ну, таких смартфонов сейчас, конечно же, в большинстве. На этом у меня все. Подписывайтесь на канал, если, конечно же, вам было полезно это видео. Ставьте лайк. И поздравляю вас с Новым годом. Всего наилучшего вам желаю. А я пойду, наверное, делать новое видео. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok